Доброго времени суток! Вы на канале Процветок и с вами я, Наталья Ядловская. Сегодня мы поговорим с вами на тему, которая стала наиболее актуальной за последние несколько лет. Это тема лекарственных растений. И сегодня я познакомлю вас с одним из своих любимых растений, шалфей, который я высаживаю у себя в саду в больших-больших количествах. Шалфей очень ценился в средние века и имел очень широкое применение. Род шалфеев насчитывает 900 видов. Это огромное количество. И даже розмарин относится, казалось бы, к этому же роду. Но самым лекарственным, самым полезным считается шалфей лекарственный. Чем же так ценно растение шалфей? Одним из его самых ценных свойств является выработка в нем летучих веществ, фитонцидов, которые губительно действуют на болезнетворную микрофлору. Это грибки, простейшие. Он является одним из лучших средств антимикробовым, противовоспалительным. И очень замечательное у него свойство антиоксидантное. То есть предупреждает старение организма. Шалфей положительно влияет на общее состояние организма. И особенно он ценен для женщин, для женского здоровья. Считается, что посадить у себя в саду шалфей, это значит продлить себе жизнь. И этому тоже есть свое объяснение. Так как даже запах шалфея влияет на настроение человека, на его частоту пульса. Даже аромат шалфея очень сильно воздействует на психоэмоциональное состояние человека. Если у человека какая-то жизненная неурядица, апатия, усталость, истощение, ему достаточно посидеть на какой-то полянке шалфея, и у него начнет происходить своеобразная трансформация. Улучшится настроение, появится позитивное мышление. До нас дошла такая интересная легенда, в которой повествуется, что в одном чудесном саду, который принадлежал феям, рос ароматный шалфей. Феи готовили молодильный чай из этого шалфея, делали из них примочки для век, маски для своей красоты. И благодаря этому чудесному растению они были красивы и умны. И вот как-то раз в их сад попал старый бродяга. Ему было очень удивительно находиться в этом саду, но усталость сморила его, и он уснул в ложбине между зарослями шалфея. Во время сна аромат шалфея пьянил его и омолаживал душу. А наутро, когда старик проснулся и посмотрел на себя в зеркально чистую лужу, он удивился. Это был уже не старик, а молодой юноша. И в наше время тоже есть доказательства, уже научно исследовано, что шалфея действительно действует на организме человека, омолаживающее благодаря своим свойствам антиоксидантам. Помимо оксидантов он имеет в своей группе еще витамины группы В, А, С, Е, К, которые также важны для здорового состояния нашего организма и органические кислоты. На базе этих веществ делают очень много компонентов и широко используют в нашей косметологии. Шалфей хорошо работает в настоях для ванн, для каких-то масок лица, очень хорошо воздействует на состояние волос и кожу головы. Но, конечно же, надо знать, что любое растение, абсолютно любое, имеет свои противопоказания. И чтобы грамотно пользоваться этим ценным инструментом, нужно знать, как с ним обращаться. Это то же самое, что мы садимся за руль автомобиля и не знаем правил. Далеко мы не уедем. Когда мы знаем, как ориентироваться на дороге, то автомобиль в наших руках – это замечательное творение человека. Точно так же работают и травы. Если вы хотите приготовить из шалфея ароматный чай, не только применять его наружно, вы должны знать некоторые моменты. Шалфей противопоказан беременным и во время лактации. Так же при заболеваниях щитовидной железы, при эпилепсии, при повышенной возбудимости организма. Какие же части шалфея полезны? В общем-то, могу сказать, что полезны все части растения. Соцветия можно использовать для ванн, для банных чанов, то, что сейчас очень популярно. Такие ванны будут очень ароматными и полезными для кожи, для тела, для ваших волос. Но в употреблении вовнутрь самым целебным являются все-таки листья, которые содержат ароматические вещества, группу витамин, аминокислот и дубильные вещества. Благодаря этим свойствам его очень часто употребляют для кратковременного приема. Я хочу заострить на это внимание, потому что шалфей все-таки это растение не для длительного приема, оно очень сильное. И поэтому нужно обязательно консультироваться со специалистами. А так его вводят в состав вместе с другими растениями, подходящими ему по показателям. Это грудные сборы при кашлях, слабительные, мягчительные. И желудочные сборы, поскольку он является спазмолитиком. Мой опыт трав уже достаточно продолжительный, хотя я продолжаю все время учиться и познавать новые грани этого растительного мира. Я сама заготавливаю травы для чаев, сама их грамотно формирую. И шалфей мне нравится, как он работает в чайных сборах. Его нужно совсем немного. И он хорошо сочетается с листьями фруктовых деревьев, таких как яблоня, груша, листвишни, очень хорошо лист лимонника китайского. Они одним направленным действием обладают. И разбавить это можно все цветочными лепестками, чтобы чай был не только вкусным, но и эстетичным. Также шалфей можно использовать для приправ. В наших садах шалфей вырастет достаточно просто. Хотя родина его считает со стороны Средиземноморья, и растет он там на сухих местах, но он достаточно неприхотлив, и может выносить температуру до минус 30 градусов. Я нахожусь на юге Беларуси, и укрытие он никакого не требует, хотя бывают зимы с температурой до минус 25, и бывали даже до минус 30 градусов. Для посадки шалфея нужно выбирать самое солнечное место, которое только может быть у вас на участке. Любит он плодородные почвы, хотя растет достаточно неплохо и на бедных. Я это уже проверила, и это растение совершенно не доставляет никаких хлопот, оно только радует своим цветением и своей декоративностью на протяжении всего сезона. Листья он не сбрасывает на зиму, и вот эта красивая сизо-серебристо листва, она уходит под снег в своем красивом таком состоянии. И даже когда бывают зимние непродолжительные оттепели, это растение стоит пышное, красивое и радует глаз. Как же посадить у себя это растение, и как оно может размножаться? Семена можно сеять в конце октября или ранней весной, и всходы будут появляться, при температуре 10 градусов. Если же вы не хотите ждать, пока взойдут и вырастут ваши семена, можно найти человека, который поделится уже достаточно взрослым кустом, методом деления. Я, допустим, размножаю у себя в саду шалфей таким способом. У меня много лет уже растут большие кусты. Я их просто или же делю, если мне нужно пересадить в другое место. Если же я хочу себе высадить и произвести достаточно большую крутину, чтобы образовалась целая поляна, то просто прикладываю ветки, прижимаю, присыпаю, и куст становится в конце сезона гораздо бышнее, гораздо с большим объемом. И хочу сказать такой момент, если вы посеяли семена, то в первый сезон цветения не будет у растений, не ждите. Оно будет формировать пока что листовую розетку. А цвести в полной своей силе он начнет в следующем сезоне через год. Но это уже будет достаточно объемный куст. Я считаю, что шалфей нужно высаживать все-таки большими крутинами, большими объемами. Это украшение сада, это ценное растение для других рядом растущих, плодовых, ягодных кустарников, поскольку оно для них является еще и большой защитой. Хочу вам показать, как выглядит соцветие уже сухого шалфея, которое я заготавливала каждый сезон. Но вообще поделюсь своим таким опытом, что я все-таки срезаю уже более-менее такие отсвевшие соцветия, потому что когда он цветет, мне настолько жалко их срезать. Это такая красота в саду, это такое благоухание, я просто люблю гулять по этим полянам, куда прилетает очень много шмелей, пчел, порхают красивые бабочки. Это просто такая сказочная природная картина. А вот эти соцветия, которые уже подходили к концу своего соцветия, своего цветения, я срезаю, высушиваю, но свой аромат они не теряют даже уже на протяжении трех месяцев, когда они у меня лежат. И применяю я его в какие-то ароматические ванны, можно делать отвары для умывания с кубиками льда. То есть каждый может его применять на свое усмотрение. Вот еще хочу показать листья. Я уже говорила ранее, что самое целебное свойство, все-таки самое полезное вещество, все, что скапливается в шалфея полезного, находится именно в его листочках. Вот у меня здесь высушены листочки. Я заготавливаю их много на зиму, поскольку они идут у меня в чайные сборы, но помимо этого это отличная приправа для мясных блюд. Хочу сказать тем, кого заинтересовала тема шалфея, обязательно посадите у себя в саду, вы не пожалеете. Возможно, у кого-то уже растет это чудесное растение, и он согласится со мной, что оно является действительно украшением нашего сада. Надеюсь, данная информация была вам полезна. И вы также, как и я, захотите украсить свой сад этим прекрасным ароматным растением. С вами была Наталья Ядловская на канале Процветок. До свидания!